сейчас ребят шел и увидел чагу ворона как видите она высоко и просто так не и не достать отсюда конечно можно сейчас какую палку найти сбить но это будет неаккуратно поэтому я сейчас воспользуюсь методикой подъема на дерево которую посмотрел на канале стаса тихонова я уже пользовался с метод очень суперски очень нравится и с помощью туда пилки попробую немножко подняться и очень аккуратно эту чагу подпилить потихоньку начинаю вот сама собственно методика нужны две веревки до веревки карабин можно без карабина карабинчик привязывается дерево обхватывается пропускается сюда здесь петля под под ногу вот раз и когда натяжение происходит веревка вот тут дерево обхватывает и очень надежно то есть уже не проскальзывает то есть вот я раз встал видите дальше перекидываю второй карабин выше закрепляюсь опираюсь на второй становлюсь уже повыше ну вот таким образом потихоньку происходит подъем сейчас попробую не всегда это получается у меня с первого раза вот я столько когда у стаса посмотрел раза три наверное уже залазил один раз получилось нормально с первого раза два других раза пришлось немножко помучиться ну как бы тут нужен опыт поэтому сейчас буду пробовать и посмотрим что получится ну а подпиливать буду пилкой да ребят забыл сказать что вот здесь вот формирую петлю я восьмерку делал вот здесь но это не очень прочный узел но в принципе пока пойдет это как вот на рыбалке крючки завязывают вот таким узлом все сейчас буду пробовать что пилка вот ты да вот 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 чагу снял но допустил ряд ошибок самое главное с петлями тут петлю сделал слишком широкой это не очень хорошо вот это первый момент и второй момент моя ошибка вот видите дерево растет она как бы под уклоном вот идет я лез сейчас вот на эту сторону переместился и меня начала заваливать силы вообще то есть не получилось дальше вот если бы с этой стороны пошел сразу не подумал тут я как бы на дерево падал упирался вот в этом моя ошибка но в принципе на ошибках учиться все получилось криво но результат достигнут и самое главное чего я сегодня здесь тоже не сделал у меня есть еще одна веревка нужно всегда страховать себя то есть вокруг дерева веревочку также на карабин ну и себе за спину то есть вы как бы немножко назад откидываетесь и не падаете она будет вас держать вот когда так ну а чага есть видите вот чагу снял в принципе и в принципе все хорошо там вот это мягкий кусок остался все равно не страшно сейчас этот мякиш прям здесь обобью ну а дома закончу обработку в принципе супер ну вот ребят я ее почти почистил предварительная очистка вот часть я убираю мягкую кору уже можно дома убрать в принципе можно здесь это уже на ваше усмотрение как я сейчас чагу чищу так лучше не делать я имею ввиду на весу потому что работа с ножом это опасно я однажды так палец резанул ну вот в принципе все дома и я ее поделю на кусочки уберу кору немножко вот так вот буквально чуть-чуть собью вот этот вот черный слой наружный наружный вот таким вот образом засушу ее в духовке и в принципе она будет готова к использованию вот такой кусок чаги ребят сегодня день чаги вот я говорю когда еще нет когда никогда особо не ищешь она есть посмотрите какой классный кусок вообще вот я хочу сказать что вот этот кусочек чаги и тот который я сегодня нашел в принципе понемножку заваривать этого хватит примерно на полгода даже больше ну для домашнего использования шикарно я просто вообще в восторге сейчас возьму ее фасад вот